Приятные новости для владельцев нефтяных вышек. Бочка бренда сегодня подорожала сразу почти на 5,5%. Это больше 49 долларов за баррель. И это, чтобы понимали, очень большой скачок для рынка. Все благодаря договоренностям между Россией и Саудовской Аравией по координации добычи и продажи нефти. А мы с арабами крупнейшие игроки на рынке углеводородов. И в сумме больше одной пятой за нашими странами. Договориться смогли на прошедшем саммите G20. А уже завтра у Владимира Путина переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен-Исуэх Аль-Халифой. Он сам приедет в Москву. И после этой встречи можно также ждать приятных новостей о росте нефтяных котировок. Кстати, сегодняшнее соглашение России и Саудовской Аравии министр энергетики Александр Новак назвал историческим. Не каждый день услышишь такую характеристику. А уж если они говорят вслух, значит так оно и есть. Встречи на уровне министров двух стран уже расписаны на несколько месяцев вперед. Эксперты отмечают, что эта договоренность однозначно сыграет на руку в нашей стране. А вот в Ишингтоне ей вряд ли обрадуются. Когда цены на нефть были высокими, в те далекие и для кого-то счастливые времена, в Соединенных Штатах Америки росла семимильными шагами добыча нефти внутри страны, которую можно было добывать при 100 долларах за баррель. Она была вполне рентабельна. Они за три года нарастили примерно на 3-4 миллиона баррелей в сутки. Кто потерял этот рынок? Уж не Саудовская или Аравия? Разумеется, да, 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 сланцевую нефть. Сейчас, к настоящему моменту, за прошедший год, добыча в Соединенных Штатах Америки снизилась на 1 миллион 150 тысяч баррелей в сутки. Вот, это на руку и Саудовской Аравии, и нам. Потому что с рынка уходят слабые игроки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!